Атлантический океан! Ху-ху! Мы Берлин! Хватит уже мечтать, вам нужно начать что-то делать. Это уникальный контент. Че снимаешь, не снимай. Всем привет, мы с ребятами наконец-то приехали в Барселону, расположились в апартаментах. А я буду вам рассказывать в этом ролике про саморазвитие, про преодоление. Это связано с тем, что я уже месяц как не пью алкоголь, занимаюсь спортом, перешел на правильное питание. Также я буду изучать особенности бизнеса и менталитета испанцев. И буду рассказывать об этом вам, не переключайтесь. Я сейчас нахожусь на горе Монсеррат в Испании. Здесь находится одноименный храм Монсеррат. Сейчас здесь работает 74 монаха. Они делают домашний сыр, поделки всякие. В честь этой горы еще здесь называют девочек. Например, вы все знаете известный сопрано Монсеррат Кабалье. Субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас идем по готическому кварталу. Еще самое интересное, вокруг в основном какие-то гастарбайтеры, явно приезжие. Наткнулись на какой-то манифест. Видимо, за кого-то там это голосует. Калоритные улицы. Они сохранились здесь с древних веков. Практически ничего не менялось. Вышли на красивую площадь. По-моему, называется Кастилья, что-то там площадь. Очень мало здесь русскоговорящих. Но приезжих видно очень много. В основном азиаты, конечно, как и везде. Мы сейчас идем в сторону рынка. Накупим много всякой вкусноты. Я, наконец, могу поесть от куза. Устрою себе праздник в желудке. Итак, мы дошли, наконец, до рынка. Мне не терпится выносить самый вкусный большой кусок сыра. И слопать его целиком. Если вы собираетесь путешествовать по Испании, то помните, что здесь очень развиты карманные кражи. Особенно в таких людных местах, как рынок. Так что держите карманы. Мы нашли одного преступника. Так что держите все ценные вещи поглубже во внутренних карманах. Мы сейчас находимся в городе Сиджес. Это мировая столица гей-культуры. Сделаем такие забавные фотошки на пирсе. Пахнет морем. Наконец-то мы почувствовали запах моря, потому что в Бакселоне его почему-то не было. Итак, я сейчас нахожусь около дома Байо. Он принадлежит текстильному магнату. И я начну свой рассказ про испанцев. Первая мысль, которую я хочу до вас нанести, это то, как они воспринимают время. У них оно течет по-другому. У них все меряется неделями. То есть, допустим, в пятницу, если вы за обедом договорились за чего-то, решили связаться через какое-то время, то у нас это, в крайнем случае, в понедельник-вторник, вы уже еще окончательно подтвердите сделку, то для испанцев спокойно может пройти неделя-две, и они вообще не подадут никакого вида, никаких признаков, что они вообще помнят о вас. В России это могут счесть за неуважение или вообще за то, что человеку просто не интересно иметь с вами дело, то для испанцев это вполне нормально. То есть, спокойно, через неделю-две, они могут выйти на связь и продолжить общение. Это все сказывается на бизнесе, на жизни, на всем. И либо вы принимаете правила этой игры, либо нет. Если хочешь, чтобы в течение часа-двух все происходило, все договоренности, в крайнем случае день-два, то нужно сделать бизнес в России. Если сможешь перестроиться под такой умеренный склад, то, пожалуйста, Испания ждет тебя. Как я уже говорил, дом Болье принадлежит текстильному магнату, и раньше он был раза в два меньше. Хозяин этого дома попросил Гауди, чтобы он сделал из него настоящее произведение искусства. Гауди сделал его вдвое больше. Сверху он поставил вашенку, которая символизирует меч, и крыша очень похожа на чешую дракона. Вообще, Гауди очень любил символы драконов тогда, и много дел он их использовал. И здесь этот меч отставляет победу над драконом. Да, Серега не упускает ни единой возможности пропиарить свой инстаграм. Судя по всему, Гауди не любил прямые линии, и все в интерьерах он делал в таких волнистых. Называется органический форум, Серега. Линар подсказывает, что это называется органический форум. Могу еще раз сказать, это называется органический форум. Не уверен, что это правда, что это не так называется. Смотрите это в Википедии. Есть архитектор, ее зовут Захар Хадид, она буквально в прошлом году умерла, и она как раз таки продолжает идеи Гауди в плане органических форм. Это то, что мы увидели в Баку, да? Да, то, что Баку видели. И мы еще пойдем в Бильбао, там весь здание называется музей Гугенхайма. Он тоже вдохновлялся вот этими органическими формами. Но Гауди еще делает все это разноцветным, то есть очень придает этой органике цвета. Что и Гугенхайма, и Захи Хадид, они просто одноцветные. Я сейчас нахожусь в парке Гуэль. Он изначально задумывался как город-сад. Такое модное веяние было в 1901 году со стороны англичан. И Гуэль решил построить такой городок внутри леса, сада. Но в итоге он продал всего три дома. Один купил себе, другой купил его товарищ адвокат, и третий купил Гауди. Но спустя какое-то время эта частная территория продалась в Барселоне. И здесь теперь парк Гуэль. Вход в парк теперь стоит около 7 евро. В связи с политической обстановкой в последнее время в России многие ищут варианты, куда можно было бы переехать. И Испания, в частности, была с Барселона. Очень хороший вариант. Здесь классная погода, вкусная еда, береговая линия. Один из вариантов сюда переехать, это получить вид на жительство без возможности работы. Переехать сюда, купить уже действующий бизнес, контролировать его, и спустя год-полтора уже подать заявление на модификацию вид на жительство уже с возможностью работать. И, соответственно, уже вести бизнес на полной катушке. Полностью передать бизнес управления испанцу, это плохой вариант. Потому что, если за ними не контролировать, то они работают так себе. То есть, у них вообще принцип работы, что постоянно нужен надзор, иначе ничего не выйдет. Еще хочу вам сказать, что у многих есть мечта сделать здесь какое-то заведение с российским борщом или пельменями. Но, знаете, это уже многие пробовали, и ничто из этого не работает. Все закрываются. В Испании такие же примерно формы собственности, как и в России, есть частное предпринимательство, это как наше ИП. В этом случае предприниматель полностью рискует всем своим имуществом, то есть квартирой, машиной, всеми деньгами, счетами. Есть аналог нашего ООО, называется LPF, насколько я помню. То в этом случае компания рискует только своими активами, уставным капиталом. Но особенность такая есть у испанцев. Если ты вдруг задолжал самому государству, то государство все равно будет морозить твои личные счета, списывать деньги с банка. Так что вы никуда не денетесь. То есть, в теории, рискуете только уставным капиталом, но по факту все личные имущества будут забираться. Создав здесь ООО, вам потребуется назначить директором местного жителя, резидента. Он здесь называется адмистрадор. Он обязан работать на полную ставку, то есть на 40 часов. И это будет вам стоить примерно полторы тысячи евро. И, как я говорил, вам придется очень серьезно его контролировать за работой, если хотите зарабатывать. и экстрим. Ой, мокрое. Они специально глаз влезгуют. Это специальный дикат. Блядь. Улыбочку. Я боюсь потерять эту камеру. Еще несколько слов о бизнесе в Испании. За последнее время ужесточаются законы, налоги, то есть государство превращается в полицейское. Очень много показательных дел против микробизнесов даже. Допустим, обычный гид, который вводит людей, ну, то есть, никак не оформлен, зарабатывает деньги, кладет их сразу в карман, то каким-то образом государство находит даже подставных лиц, даже из тех же стран, например, если русский гид, то русский туристов, и они сдают, то есть, как тайный покупатель. Несколько раз в течение месяца делают так проверки его, и после этого приходит госслужащий и говорит, вот, вы не платите налоги, вам нужно регистрироваться, и здесь очень большие штрафы. даже те, кто сдают комнаты в квартире, даже к ним могут, сначала придет такая незаметная бабушка с листочком бумаги, будет что-то записывать, спрашивать у вас, но потом придет настоящая проверка, и так во многих сферах бизнеса. Государством правят несколько кланов, то есть, это такой семейный бизнес, туда никак не прорваться, всем заправляют они. Несколько слов о покупке готового бизнеса в Испании. Хорошие варианты бизнеса не найти в интернете на досках объявления, потому что хозяева боятся спугнуть арендаторов, поэтому не размещают эти объявления, но их можно найти, если приехать сюда и поискать, поспрашивать. Только таким образом хорошие варианты можно найти. Но нужно помнить, что Испания будет проверять происхождение ваших денег и источники ваших доходов как учредителя и покупки бизнеса. Атлантический океан! Первый раз за 28 лет искупался в океане. Какие дела? Я сейчас нахожусь в храме Сагада Фамилия, как и многие другие здания в Барселоне. Оно спроектировано архитектором Гауди. Как я уже говорил, он не любил прямые линии, все перпендикулярно и параллельно, поэтому он использовал такие изогнутые линии. Но чтобы удешевить производство и строительство, он все-таки использовал проболоиды и гиперболические проболоиды. Но это фигуры, которые получаются путем движения прямых линий. И в итоге получаются такие замысловатые конструкции. Хочу вам рассказать еще одну вещь про Барселону. Если вы хотите здесь открыть какое-то заведение, то вы должны быть харизматичной личностью. То есть вы будете продавать не вкусную еду, не какие-то интересные, классные напитки. Вы должны продавать самого себя. То есть рассказывать какие-то интересные шутки, истории, чтобы у людей была причина прийти к вам еще и еще раз снова. То есть вы должны быть прям душой компании. И тогда люди к вам потянутся, и это будет заведение действительно популярно. Собственно, это касается не только Испании. Я думаю, во всем мире это ценится. Тут даже есть заведение, которое расположено очень-очень далеко от центра, даже от города. Но туда люди приезжают именно из-за того, что там интересный хозяин. Ну и качество кухни тоже. То есть тебя встречает там 72-летний старичок, он рассказывает про заведение, кто-то здесь приходил, из чего они готовят. То есть все это очень интересно и привлекательно. Вот так вот. Будьте оригинальными. Скажу немножко слов о саморазвитии. Если вы о чем-то мечтаете, то хватит уже мечтать, вам нужно начать что-то делать. Я одноклассная техника, которой я сам придерживаюсь. Вы должны сделать какие-то висяки, которые давно можно было сделать, но вы их все откладывали и откладывали. Те вещи, которые можно в течение дня, даже за пару часов, взять и сделать. починить окно, не знаю, купить коврик, поставить домофон и так далее. Сделав эти вещи, которые вы все откладывали и откладывали, вы получите энергию для действий, для каких-то новых совершений. Эти все вещи, висяки, вас сдерживают. Закрыв их, вы высвобождаете энергию, то есть вы прекращаете об этом думать и можете сделать что-то уже дальше действительно важное. Запомните это и попробуйте сделать. Еще очень важно следить за самим собой, заниматься спортом, поддерживать хороший внешний вид. Когда у вас в теле все ровно, то и в делах тоже будет все замечательно, это все взаимно связано. Лично я похудел всего за месяц, смог сбросить 10 килограмм. Я начал заниматься спортом практически каждый день, стал правильно питаться, сейчас чувствую себя вообще замечательно, перестал пить алкоголь. Самое сложное на самом деле это первый, самый первый поход в спортзал. Далее уже каждое следующее занятие заставляет все больше и больше удовольствия и прям не понимаешь, как ты долго сдерживался и не ходил, не занимался спортом. Это очень здорово. Возьмите прямо сейчас, соберите спортивные вещи и идите в ближайший спортзал, хотя бы просто на полчаса позаниматься. Я нахожусь в Бильбао, где-то 20-30 лет назад здесь появился новый губернатор, здесь он называется сити-менеджер, и он решил здесь построить много интересных зданий современных. В частности, музей Гибельхейма построен в 97-м году, из-за этого здесь поток туристов увеличился аж 7 раз, представляете? Здесь проходят выставки современного искусства, а также есть постоянные экспонаты. вот эта центральная часть похожа на цветок высотой 55 метров. Вообще, целое все здание напоминает какой-то космический корабль для межпланетных путешествий. И здесь очень красивый мост. Сзади меня 7-этажный департамент здравоохранения Бильбао. Вообще, здесь очень жесткие рамки на строительство зданий. Оно должно четко вписываться в высоту, ширину, и это сложная задача построить что-то необычное, интересное. Но они, я считаю, справились с задачей. Итак, мы добрались до севера-запада Испании, чуть дальше города Бильбао. Есть такой вот островок Гастелоргача. Единственным строением на этом островке является церковь. К ней ведет рукотворный мост и 237 ступенек. Сейчас туда и дойдем. А вот там это все Атлантический океан. Путь из другого конца Испании из города Салоу до сюда до Бильбао занял 5 часов. Это было где-то 550 километров. Сейчас мы дойдем прямо до этой церкви на остров. Знаете же, есть всякие списки Forbes и списки самых дорогих компаний в мире типа Макдональдс, Эпл, Кока-Кола. Так вот, все эти топы для лохов. Потому что если бы церковь попала бы в эти списки, то она заняла бы первое место по срубанию бабла. Очень кайфовый мостик. Как в Игре Престолов Орлиное гнездо. Почти дошли. Изначально это был остров, но к нему построили рукотворный мост. Так вот, ребят, расскажу вам немного об этом месте. В этом месте проходила съемка одной из локаций свадебного ролика Кристины Донат. Вот это да. Океан. По такой красоте гуляем, просто слов нет. Что-то тут описывать и рассказывать, как будто край света. Ну что, запускаем дрона от Гастелло Гуччи. Гостелло 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok